Приветствую, дорогая церковь! Рад всех приветствовать и быть в Доме Божьем. Я скажу честно, я соскучился за всеми вами. Кажется бы, что такое время? Время отпусков, кто-то вернулся, кого-то еще нет, кто-то еще, может быть, поедет в отпуск. И часто мы слышим вопрос, ну как прошел отпуск? Ну как отпуск? Я говорю, ну отпуск-то всегда, это хорошо. Вопрос в том, как я провел свой отпуск? Как я провел это время своего отпуска? В этом вопрос. Или кто-то из вас имел плохой отпуск? Ну отпуск, время отпуска. Мы ждем отпуск. У нас год меняется, делится не 1 и 31, как 31 декабря на 1 января, а от отпуска до отпуска. У многих так, я думаю, да? Мы ждем, когда вот все. Мы вспоминаем, это еще было до отпуска, это уже было после отпуска. И поэтому, как мы проводим это время? Мы свидетельствуем, сейчас Господь дает это возможно. Кто-то предпринимает ехать в жаркие страны, кто-то предпринимает на море, кто-то в горы, кто-то к родственникам, кто-то просто остается дома. И каждый задает себе мыслью, что из этого, насколько несет активное участие в моей жизни отпуск. Нужен ли он? Правильно ли это? И мы, как христиане, как брат Алексей сегодня заметил, для нас это время, оно не очень-то и простое. Как правильно провести отпуск? Вроде бы, когда мы с Господом, ты должен много отраслей учитывать в своей жизни. Ты находишься во многих местах и видишь очень многое, переживаешь, и ты должен принять правильное решение. Отпуск. Моя тема сегодня называется «Пойдите и отдохните». И первое место, которое бы я желал прочитать, это книга Иеремия, 6 глава, 16 стих. Книга Иеремия, 16 глава, 16 стих. Написано, «Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Книга пророка Иеремии, 6 глава, 16 стих. Говорит, «Так говорит Господь, остановись на путях своих». Остановись. Зайти в тупик и ничего не делать или просто остановиться. Мы часто накручиваем себя на скорость и тяжелее остановить. Это то же самое, что на машине. Чем быстрее скорость, тем длиннее путь торможения. Мы не слышали такого? Чем больше скорость, тем длиннее путь торможения. В нашей жизни что-то всегда нас что-то движет, что-то нас толкает. Мы всегда находимся в каких-то делах, в каких-то заботах. Нам нужно что-то идти, что-то сделать, что-то разрешить, что-то предпринять. И мы думаем, вот сейчас вот это я сделаю и немножко успокоюсь, отдохну. Вот сейчас я вот это сделаю и я немножко отдохну. У меня появится время. Но еще делая это, появляется другая забота. Появляется следующая суета. И выходит так, что тебе даже остановиться некогда. Ты думаешь, вот всю неделю сейчас все остановится. Иногда мы даже живем, даже в этом году, мы говорили, все, я сказал, я был в районе, в день урлоб. Последний день я говорю, все, я созрел для отпуска. Я жил еще месяц, еще две недели, еще неделя, еще три-два, еще три дня, два дня, один день. Отпуск. Вроде бы все. Да? Тебе кажется, вот сейчас я дойду, все, и мои дела, мне нужно успокоиться, мне нужно остановиться. Также в школе есть каникулы или какая-то перемена для того, чтобы остановиться. Господь говорит, остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите. Остановись на своем пути. Тормознись. Сделай паузу. Не в том, что ты выходишь из этой заботы, но среди всей этой заботы остановись. Во всем своем движении, если ты христиан, в твоем ослужении, в твоих делах, в твоих заботах, в твоей суете, в твоем предприятии, он говорит, просто нужно иногда сделать остановку. Мы ехали, кто находится в пути, в отпуск на своих автомобилях, ты не можешь ехать всю дорогу долго. Мы вкратце ехали, хочу заслужить, 16 часов. Я сделал две, может быть, крутенькие паузы. Я ехал, у меня была сила. На обратном пути мне нужно было делать больше остановок и дольше. Вроде бы казалось, я туда ехал отдыхать, а оттуда я еду уже отдохнувшим. Почему туда у меня хватило силы ехать, а обратно у меня не хватило силы, чтобы проехать. Это уже дорогу без остановок. Ты думаешь, я еду туда, сейчас вот это проедем, сейчас вот это проскочу, сейчас вот это сделаю. Все, приехали, остановился, я на месте. Вроде бы я отдыхаю, а обратно путь тяжелее. Вроде бы, я смеюсь, я говорю, что мне теперь нужен отпуск от отпуска. Вроде бы я ехал, кто вот из вас переживает, и вроде бы, и мы часто не понимаем, ну ты же был в отпуску, ты же отдыхал, что ты такой уставший. Нет. Мы сейчас к этому придем, и Господь просто желает, чтобы ты остановился, поразмыслил, чтобы мы сами сделали эту остановку. И он говорит, для чего? Он говорит, напишет, и найдете покой душам вашим. Часто в наших путях, оказывается, есть беспокойство в нашей душе. Куда мы двигаемся, в том направлении. Когда мы начинаем что-то двигаться, что-то делать, даже в отпуск, доедем, не доедем. Исправная машина, неисправная. Какая будет погода? Вот брат Алексей свидетельствовал. Как пройдет, ты не знаешь, и тебя все тревожит. А Господь говорит, ты остановись, поразмысли, и придет покой твой. Придет покой в том, на том пути, на котором ты находишься. Марка 6 глава, Марка 6 глава, 30 по 31 стихи. Евангелие от Марка, 6 глава, 30 по 30 стихи. И собрались апостолы к Иисусу и рассказали Ему все, и что делали, и чему научили. Он сказал им, пойдите вы одни в пустыню место и отдохните немного, ибо много было приходящих и откодящих, так что и есть им было некогда. Вроде бы они пришли, они сделали, они дивились тем трудам, что они совершали, на тех путях, что у них никогда не получалось, они радовались тем достижением, что они могли достичь. А Иисус им говорит, пойдите одни и отдохните. Ибо было столько людей, что им некогда было даже поесть. Вроде бы находясь в заботе в том, что они делали, он говорит, идите отдохните. Потому что, когда находишься на пути, когда ты что-то делаешь, у тебя всегда есть то, от чего ты должен взять себе отпуск, взять себе время. Мы часто говорим, вот мне нужно время, я не буду ходить в церковь, я не буду посещать какие-то служения, я не буду там что-то делать, мне нужно найти себя. Я не об этом говорю. Я говорю в том, о чем нас тревожит. Мы люди, и поэтому Иисус говорит, идите в пустынное место, где никого нету, где тебя никто не будет дергать, кто тебя не будет отвлекать, кто тебя не будет штерать, как сказать по-русски? Мешать. Иногда столько дел, вроде бы думаешь, сейчас я вот это сделаю, потом у меня будет время. Приходит какое-то другое дело, и все твое время кто-то может, или какое-то дело может украсть. Может просто время наше, вы слышали об украденном времени? Есть украденное время, есть напрасно потраченное время, это все зависит от нас, насколько мы позволяем украсть или потратить свое собственное время. Он говорит, идите в пустыню, где у тебя нету, где тебе никто не будет мешать. Есть ли в пустыне интернет? Сегодня, может быть, уже есть. Да? Мы не знаем. И человек не может, человек хочет всегда быть на связи. Всегда. И чем больше ты слышишь, видишь, и остаешься в курсе происходящего, но не являешься активным участником происходящего, тебя все равно это будет заботить. Что происходит вокруг? Ты не активный, но ты участник, потому что мысли твои наполняют этим. Я бы хотел посмотреть вместе с вами те места, над чем Господь просто желает, чтобы мы остановились, посмотрели, и отчего. Матвея, 13 глава, 27 стих. Матвея, 13 глава, 27 стих. Я сперва останусь, теперь почти все места Писания у меня будут идти из Евангелия от Матвея, глава за главой. Итак, Матвея, 13 глава, 27 стих, где мы читаем. «Пришедшие же рабы домовладыки сказали ему, Господи, не доброе ли семя сеял ты на поле Твоем? Откуда же на нем плевел?» Это то, что приходит в нашу мысль всегда забота о том, что человек делал старался, а получилось как всегда. Прилагаем усилие, они вопрос задают домовладельцу. «Не доброе ли семя ты сеял?» А что выросло? Что теперь делать? Идти выдирать, полоть, культивировать, удобрять всякие там препараты, которые уничтожают сорняк? Мысль. Да, забота. Забота о том, что сделать. Вот хотел сделать, хотели сделать. Мы же сделали доброе дело, а почему-то из-за этого не происходит доброго дела. Почему-то из-за этого происходит абсолютно что-то другое, не то, что мы ожидали. Мы сеем добро, а возрастает почему-то не то, что мы ожидаем. И это нас всегда тревожит, на что Иисус говорит, оставьте до жатвы. Расслабься. Оставь до жатвы. Пусть растет. И наше переживание, оно не дает нам покоя. И чем дольше мы видим, как растет, у кого есть дача, или кто-то видит, вот даже возле церкви, спасибо братьям, которые заботятся о зеленой площади вокруг церкви, мы видим, когда трава начинает расти, все выше и выше. И кажется, неухоженное место возле церкви, заросшее все. Когда скосят ровненько все, красивенько, чистенько все, о, хорошо. Но когда чуть-чуть осорняка поднимается выше, становится вид не очень красивым, и это заботит нас тем, что мы видим. И мы часто устаем видеть то, что должно быть не так. Матвей 14, глава, 15 стих, следующая глава, Матвея 14, глава, 15 стих, написано, когда же настал вечер, приступили к нему ученики его и сказали, место здесь пустынное и время уже позднее, отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищу. Опять забота, опять забота, опять размышления о том, что Господь, столько людей, нужна пища. Где ее взять у нас нету. И это у нас является сожалением, сопереживанием за других людей. Когда мы видим, что нужда другого человека, она есть. И ты чувствуешь тем, что ты не можешь ему сейчас помочь, но ты желаешь, и ты чувствуешь свою беспомощность, бесполезность. В том или ином случае, ты сопереживаешь за другого человека, и это тебя также стоит от твоих сил. Это также, что ты видишь, не можешь сделать, а ты желаешь, сопереживаешь. Когда мы видим нуждающихся людей, мы сопереживаем. Когда мы можем идти и помочь. И ты потом начинаешь думать, чем же помочь? Как же найти такое средство, чтобы я мог помочь тому, кто нуждается. И мы как христиане сегодня непросто. Да? Потому что люди, часто, которым мы желаем помочь, им легче заплатить. И это будет услугой, но не помощью. Человек сегодня не может принять простую помощь. Если я пришел, заплатил, я сделал сделку. Все. Ты мне сделал, я тебе заплатил, мы никому ничего не должны. Но когда ты желаешь человеку просто помочь, помните, был такой мультфильм, когда подарили свири и точек, он говорит, кому? Мне, тебе, за что? Он говорит, просто так. Помните такое? Просто так. Когда ты желаешь помочь человеку, ты видишь его нужду, и ты желаешь ему помочь, а он боится ее принять, потому что он чувствует себя потом обязанным, что он тебе чем-то должен. Ему легче заплатить, сделать услугу и забыть. А ты переживаешь, как ему помочь. И часто мы от этого устаем. Или от этого никто не устает. Когда желаешь помочь, и твоя помощь, ты видишь, что нужно принести очень много труда и усилий, чтобы твоя помощь была принята. Чтобы твоя помощь еще страшнее, даже когда ее отвергают. Ты стараешься, ты делаешь, ты тратишь время, мысли, свои силы на то, чтобы человек мог принять, а оно не принимается. И человек часто разбивается в дребезги от того, что он желал доброго, а не смог. От этого мы тоже устаем. Матвея 15 глава 33 стих. Матвея 15 глава 33 стих. следующая глава. написано и говорят ему ученики его, откуда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы прокормить столько народа? Откуда взять столько хлебов, откуда взять столько средств и возможностей, чтобы накормить, помочь этому нуждающемуся человеку? Опять приходит безысходность обстоятельств. безысходность обстоятельств. Ты видишь свое обстоятельство и ты понимаешь свою безысходность. В том, что ты действительно, а где это взять? Какими средствами наполнить? Легче, когда да, где-то кто-то пришел, пожертвовал, у тебя есть с чем. Но здесь, в этой ситуации, кто может читать, нечем, потому что место такое, где негде взять. где есть, вроде бы можно было что-то есть, но негде взять. Хорошо, когда мы приезжаем туристами в другую страну, мы приезжаем туда на короткое время, имеем на что приобрести. И видишь людей, которые живут там, которым не на что приобрести. Имеется везде все. Кто путешествовал по странам, кто ездил в любые страны, мы видим, что в магазинах есть все. но не каждому это достаточно. Мы в свое время заходили в магазин, мы смотрели на конфетки каракум. Помните такие были? Они стоили, я не помню, там на 100 грамм, там да, 7 рублей 70 копеек, килограмм. На 100 грамм можно было, нужно было дать там больше рубля, по-моему, нет, рубль, да, что-то, там 4 конфетки даже не выходило. И мы смотрели, мы подходили к прилавку и покупали рисики золотой ключик, которых 100 грамм стоило 10 копеек и была вот такая жмень полной руки. И ты решал свою проблему тем, что ты покупал эти золотой ключик, и ты смотрел на шоколадную конфетку, но наслаждался и рисиком. Многие из нас были в таких обстоятельствах. И часто вот хочется, когда родитель заходит с ребенком в магазин, ребенок говорит, хочу вот эту шоколадку, а родитель смотрит и говорит, дорого. Это мы не отказываем, потому что есть возможность, а люди от безысходности часто страдают. Он понимает свою безысходность, он видит, что это возможно, что может быть по-другому, но свою безысходность, и человек часто также устает от своей безысходности. В том, что он говорит, да, откуда нам взять в пустыне, откуда вам взять, если есть где взять, есть, а если негде взять. Потом пришли времена, было все, не было на что. Потом было ничего, но было на что. Понимаете, времена в нашей жизни, они всегда меняются. И вот эта забота, она всегда нас томит. Матвея 16 глава, 5 стих. Матвея 16 глава, 5 стих написано. Переправившись на другую сторону ученики, его забыли взять хлебов. В этой ситуации действительно происходит такое чувство самозанижения. Забыли взять хлеб. Что же будет? Почему? Мне доверили взять хлеб, а я забыл. Почему вот все подумали, а я забыл, а я не смог. И когда Иисус начал говорить дальше, они подумали, вот теперь он нас упрекает за то, что мы не взяли хлебов. Забыли взять хлеб. Вот во многом. Я в среду так переживал приехать на молитвенную. Заботился. Я месяц не был здесь. Такой соответственностью. Приехали здесь, на крыльце, я замечаю, я забыл взять свою книгу, ой, сумку. А там моя Библия, там мои записи, там у меня все. Я пришел на пороге, стою, я пришел на молитвенную, я забыл взять. Ну что делать? Если бы было время, я бы съездил назад, но время осталось 10 минут. Что делать? Забыл. Почему? Вот позаботился о другом, а свое забыл. Как? Я записал записи, у меня тут проповедь, у меня тут слово, у меня USB-стик с православлением, и это я все оставил дома. И человек тоже переживает о том, чтобы иметь все с собой, чтобы ничего не забыть, чтобы ничего не оставить, чтобы все до мелочи просмотреть и было все. И если что-то забывается, если что-то оставляется или не хватает, человек думает, какой же я растеряш. Какой же я толь пачки меньше. Вот все подумал об этом, забыл. И мы об этом угнетением, мы сами себя занижаем. Забыл. Вот все помнят, а тебе стыдно признаться в том, что забыл. Забыл. Иногда вечером бывает, упал в кровати, забыл включить будильник. Утром проспал, я думаю, что надо было старобудильник включить, потом падать. Забыл. Забыл. Ну, вроде бы подумал обо всем, забыл. И утром, оп, на работу приехал, что шеф говорит, что машина не завелась, нет, говорит шеф, я проспал. Он говорит, ты первый, кто сказал мне, что проспал. Обычно то машина не завелась, то бензин кончился, то еще чего-нибудь. Он говорит, а ты, говорит, сказал, что проспал. Ну, если я проспал, то я проспал. Да? И мы часто себя этим сами также утруждаем. Мы от этого устаем. Матвея 17 глава 4 стих. Матвея 17 глава 4 стих. Написано. При этом Петр сказал Иисусу, Господи, хорошо нам здесь быть, если хочешь, делаем здесь три кущи. Тебе одну, и Моисею одну, и одну Ильи. Он говорит, хорошо ли нам быть здесь? Вопрос. А на правильном ли я месте сегодня нахожусь? На правильном ли месте я сегодня действую? Часто мы стоим перед выбором, нужно попасть где-то на два или на три термина где-то сразу. Или на два, или на три служения, или служения в церкви, или какое-то предприятие личное, и ты всегда стоишь. Правильно ли я поступаю? Куда мне деться? Куда мне в первую очередь пойти? Если я пойду туда, значит, я пропущусь здесь. Если я буду здесь, то пропущу там. И стоя теперь здесь, я знаю, что я должен был быть там, и у меня плохое настроение, я знаю, что мне нужно быть там. Хорошо ли быть мне на этом месте? Я пришел в воскресенье в церковь, а знаю, что где-то кто-то там, встреча родственников, или еще что-то особенное. Просто допустим, да, ты знаешь, что да, может быть, так редко видимся, что нужно быть там. Я очень долго не ездил к своим родственникам, потому что если ехать, нужно ехать в воскресенье. Нужно ехать в воскресенье. Если ехать в воскресенье, нужно пропустить воскресное служение, и это меня мучило. Долгое время. Я не мог оставить служение. Но когда бывают моменты, когда отсутствую в церкви, и находясь где-то у родственников, или где-то в отъезде, размышляешь, а что лучше? Было быть сейчас в церкви на служение, или то, что я нахожусь сегодня здесь? Где мое правильное место? Что? Как выбрать? Как быть? Да, я был в отпуску. Вообще месяц у меня три служения, или четыре, по-моему, четыре, да, мне не было? Я уже потерялся. Так, знаете, вечность. Не было. Я думал, что вот важно. Я лежу на солнце возле моря, на берегу. А что важно? Там в церкви происходит ослужение. На правильном ли я месте? Насколько я могу оставить свое собрание или того места, на котором я предназначен? И человек, он говорит, хорошо ли мне быть? Происходит такое состояние, вообще стою ли я на правильном месте? Может, здесь кто-то должен быть другой на этом месте? Кто-то свидетельствовать, или проповедовать, или молиться, или вообще быть где-то. На правильном ли я месте? Может быть, это кто-то должен другой делать, или это может кто-то другой делать, или у него будет это лучше получаться? Вот я, может быть, я занимаюсь отчета места. И мысли всегда посещают. Я не говорю, что они должны быть. Они различные. Настолько людей, настолько мнений, желаний и переживаний. Матвея, 17 глава, 19 стих. Матвея, 17 глава, 19 стих. Написано, тогда ученики, приступившие к Иисусу наедине, сказали, почему мы не могли изгнать Его. Вопрос, почему я старался, я прилагал усилия, но я не смог сделать того, что ты желаешь сделать. Почему я не смог? Или у меня я недорос, или что-то в этом возрасте. Я сделал все возможное. Да, я молился, постился, еще что-то сделал, но не получилось. Значит, что-то не так. Часто мы начинаем искать в себе вину. Мы часто начинаем искать, вот, наверное, я где-то согрешил, что Господь меня не слышит. Значит, что-то у меня есть такое, что Господь не желает мне отвечать. Все. Ну, я вроде бы все сделал, все нормально, а не получается. И мы начинаем переживать, что же я сделал не так, что сегодня не пожинаю там какие-то лавры. Потому что я думаю часто, я сейчас приду, помолюсь и исцелюсь. Помолюсь, благословлю, и все будет. И решится проблема. Ты молишься, ничего не происходит. И ты идешь и уповаешь на Господа, но ответа не имеешь. Все выходят, свидетельствуют, да, Господь совершил в моей жизни то, то или иное. А ты чувствуешь, что в твоей жизни как будто ничего не происходит. Ну, ничего. Почему у других происходит, а что, почему у меня этого не получается, почему у меня не происходит. И человек опять же страдает от этого. Вроде бы все предпринял, пришел в церковь, все помолились, все сделали. Но почему у тех, да, у меня нет. И человек устает от этого. Очень сильно устает, потому что мысль, она никогда не дает покоя. Мысль, она никогда не дает покоя. Поэтому дьявол всегда кидает мысли, посторонние мысли, чтобы эти мысли нас всегда приводили в брожение. Вы знаете процесс брожения, да? И вот этот вот процесс брожения, он никогда не дает нам покоя. Матвей 18 глава, первый стих. Матвей 18 глава, первый стих. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали, кто больше в Царстве Небесном? Ученики пришли и задались вопросом, кто же больше? Ну, кто же больше? Чего заслуживаю я за все года? Вроде бы я христианин со стажем. Вроде бы я на служении уже с, чуть ли не генерал с погонами. Да, ну, вроде бы у меня все это самое. Ну, а кто выше? Вроде человек служит годами, служит на одном служении, его никто не замечает. Кто-то пришел, один раз что-то сделал, и вся хвала ему. И человек думает, вау. Я все года делаю, совершаю, и мне никто ничего не говорит. Не замечают меня. И приходит такое занижение. А человек только пришел один раз, и все внимание, все лавры он пожал, и человек страдает. Потому что, ну, сколько можно, и человек отпадает от служения. Может отпасть из-за того, что, ну, может быть, я не так делаю, может быть, я недостойно что-то делаю, может быть, не нравится, как я делаю. Вот если новый там кто-то это самое, то пусть он делает. Какого, какого, какого места заслуживаю я? Он говорит, они говорят, кто больше в Царстве Небесном, кто больше в церкви, кто больше в служении, кто, кто больше, кто, ну, кто? Вопрос всегда. На правильном ли я месте, и чего заслуживаю я за все эти года? Насколько я успешен, двигаюсь в служении? Или если я начинаю делать что-то, приходят люди, начинают упражняться критикой, что что-то не так в моем служении, или в твоем служении. И человек думает, а может быть, я действительно не гожусь на это служение? Может быть, у меня действительно много ошибок, которых я совершаю в том или ином пути? Может быть, я несовершенный? Может быть, кто-то есть, кто достойнее, может быть, стоял на этом месте? Опять же, переживания стоят времени и сил. Матвея, 18 глава, 21 стих. Матвея, 18 глава, 21 стих. Написано, тогда Петр приступил к нему и сказал, Господи, сколько раз прощать брату моему согрешающему против меня? До семи ли раз? Оно производит неуверенность в действиях. Неуверенность в действиях, которые мы совершаем. Вот сколько еще делать? Уже все, простил, принять. Как его принять? Насколько его принять? Где воздать почесть? Как посчитать? Вот сколько раз можно терпеть этого человека или там еще что-то? И человек, да, неуверенность в действиях. Ну, вроде бы сказал, вроде бы простил, вроде бы отпустил, вроде бы ничего серьезного не имел. Отпускаешь уже. И все равно приходит неуверенность. А может, намного по-другому достичь этого человека. Вот я хочу сделать такое или такое предприятие, я хочу что-то сделать доброе там для брата или сестры, или вообще для постороннего человека. И ты не уверен, насколько правильно ты можешь это сделать. Ты стараешься, ты прилагаешь усилия, чтобы понравилось. Или мы не прилагаем усилия, чтобы понравилось. Мы хотим, чтобы даже простой день рождения, мой день рождения вчера, тоже принес много переживаний. Охота была, чтобы, ну, получилось. Не в том, что, ну, чтобы было, да. А насколько правильно, ну, вроде бы, ты желаешь предусмотреть все, все возможности предусмотреть. Но всегда всего ты предусмотреть не можешь. И просто здесь он просто, Господь говорит, просто желает, чтобы действительно действия были от сердца. Действия от сердца. Матвея 19, глава 13 стих. Матвея 19, глава 13 стих. Тогда приведены были к нему дети, чтобы он возложил на них руки и помолился. Ученики же возбраняли им. Привели вроде бы детей. Благое дело. Хорошее дело. Нужное дело. Помолиться за детей. Но в том, что это может быть возможностью лишней траты времени. Или бесполезной траты времени. Нужно что-то время потратить на что-то великое. На что-то большое. Нужно покорять горы, нужно покорять скалы, глубокие моря и океаны. Надо что-то великое делать. А здесь вот детей привели, знаете, потерять время. Они пусть в песочнице там сидят и играют. И вот это вот переживание о человеке, как правильно и полезно определить свое время. Вложить в свое время. Правильно и полезно. Чтобы оно было нужным. Да, я могу пойти туда, я могу пойти здесь, могу быть там, здесь. Но как правильно распределить время? И у нас всегда переживание о том, что мы можем потерять время просто напрасно. Это не негативные примеры. Это активные примеры того, что мы переживаем. Насколько это актуально? Потому что это актуальные примеры, которые переживали ученики Иисуса Христа. И он нам говорит, идите отдохните. 19 глава, 27 стих. 19 глава Евангелия от Матвея, 27 стих. Тогда Петр, отвечая, сказал ему, вот мы оставили все и последовали за тобою. Что же будет нам? Все оставили. Все, что имели. Все дали, продали, оставили. Я не знаю, куда они делили свои лодки, сети. Все. За это время, что они следовали за ним. Я не знаю, эти лодки, наверное, уже, если они не использовались, они рассохлись, сети сгнили. Вроде бы все. Если вот сейчас все оставить, это нужно начать опять все сначала. Вот все, что будет нам. Размышления о будущем, о будущности, у каждого христианина также забирают очень много сил. А как будет? А как и произойдет? Даже собираясь сегодня на служение в церковь, сегодня переживая, как пройдет сегодняшнее служение? Как будет вот сегодня? Еще ничего не началось. То есть, как будет служение? А переживание? Как пройдет? Сколько людей будет? Я ехал сюда, я был гешпант. Да? Вот как будет? Переживание о будущности. И когда, только когда ты придешь домой, ты сможешь расслабиться. Опять же, стоит наших сил и времени. Опять же, стоит переживание того, что мы желаем достичь. А что будет нам? А что будет с того, что я сегодня делаю, что я совершаю? Что будет мне с того, что я куда-то пойду, оставлю какое-то определенное место, определенное время, или откажусь от какого-то определенного действия? Переживание о будущности. Это опять стоит наших сил, которые мы действительно, мы замечаем в том, что мы теряем силы. Мы не приобретаем. Вроде мы молимся друг за друга, мы благословляем друг друга, но часто мы чувствуем, что, ну, да, хорошо пришел, наполнился, вышел и опять. Опять трудности, опять проблемы, опять заботы, мысли, которые всегда нас двигают в движение, которые не оставляют нас ни на минуту, ни на секунду. Это актуальная наша жизнь. Мы читали в Иеремии 6 глава, 16 стих, он говорит, «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, идите по нему и найдете покой душам вашим». Найти покой душам. А мы сегодня ищем покой нашим душам. Мы едем к морю, пытаемся отдохнуть. Мы лезем в горы, пытаемся отдохнуть. Мы пытаемся посетить где-то в другой стране родственников, пытаемся отдохнуть. Мы пытаемся закрыться в своей квартире, отключить телефон и пытаться просто отдохнуть. Мы ищем, и ты чувствуешь, что после отпуска ты даже не отдохнувший. Оно кажется, да, слово такое громкое, звонкое, отпуск, каникулы. Но чем ближе это завершается, тем больше приходит расстройство. О, каникулы заканчиваются. Да? Еще сколько недель? Еще полных две недели. Это не две недели, это еще полных две недели. Каникулы у нас предпоследний день, она говорит, еще один день. Я говорю, у нас еще один целый полный день, который мы будем наслаждаться. А мысль о том, что он закончится, или вот еще один день, еще один час, если надо покинуть это место, это закончится, это пройдет. Вопрос в том, что все когда-то закончится. Отпуск – это хорошо. Вопрос в том, как мы проводим этот отпуск. Как мы заполняем это время своим отдыхом. Если мы хорошо смотрим, когда Иисус сказал им, поедите в пустынное место и отдохните. Вы можете прочитать вопрос, смогли ли они отдохнуть в этом пустынном месте? Смогли ли они? Нет. Народ услышал, рассказал друг другу, и пока миссия, их лодка причалила, их ожидала вновь масса людей. Их ожидали вновь массы проблем, которые нужно было решить. И с отдыхом было ничего. Мы вроде бы пытаемся отдохнуть. Мы пытаемся, использовать отпуск на все 100%. Вот придет отпуск, я лягу, ноги вытяну, высплюсь. Я просто вот сяду, буду ничего не делать, я устал так что-то делать, я просто буду ничего не делать, я просто буду лентяничать, ничего не делать, я буду отдыхать. Мы хотим использовать на 100% это короткое время отдыха, которое мы имеем на 100%. Люди говорят, как вы идете в воскресенье в церковь. Сегодня же воскресенье нужно на дачу, нужно грылить, нужно лежать, нужно под солнцем, нужно идти в бассейн, нужно отдыхать, сегодня же воскресенье. Вы знаете, мы были в Кравице, у них висела, это католическая страна, у нас на кухне висел календарь, в который я почти каждый день заглядывал. Там был понедельник, день святого Иоанна, вторник, день святого Иоанна, и каждый день был какой-то день какого-то святого, их много, всех не знаю. Седьмой день, там не было написано понедельник, вторник, среда, там не было, там просто стоял число и день святого. Седьмой день отмечался красным, и было написано день Господень. Каждое воскресенье было отмечено красным, и это был День Господень Все дни, шесть дней они были отмечены День какого-то святого, День Святой Марии Магдалины Один из понедельников, это я помню Там День Святого Луки, Петра, и их много Там даже по два, по три имени было Но седьмой день всегда был День Господень С европейскими, немецкими буквами Но по-русски смысл он был, я его так читал День Господень Вы знаете, размышляешь вроде бы, День Господень Сегодня, что мне с того, что я пришел сегодня в воскресенье Я вроде бы всю неделю работал, тяжело работал Сегодня один день, где можно отдохнуть, можно выспаться Можно ничего не делать, но оставляешь все и приходишь сегодня сюда Для того, чтобы работать, нужно Кто-то несет служение, а переживает, где отдых В чем смысл нашего отдыха? Да, мы все стремимся и желаем наполнить нашу жизнь Какими-то периодами, которые будут нас вести, вводить в этот отдых Матвея 11 глава Матвея 11 глава с 28 по 30 стихи Матвея 11 глава с 28 по 30 стихи написано «Придите ко мне все, труждающиеся и обремененные, и я успокою вас Возьмите иго мое на себя, и я научу от меня, ибо я кроток и смирен сердцем И найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко Он говорит «Придите ко мне все, труждающиеся и обремененные, и я успокою вас» Как часто мы привыкли говорить это тем, кто не знает Господа Иисуса Христа своим Спасителем Мы говорим «Приди к Господу, Господь заботится о тебе, Он хочет помочь тебе, Он хочет помочь снять с тебя все бремена Он также сегодня желает снять с каждого христианина те бремена, о которых мы сегодня размышляем Те бремена, на которых мы сегодня спотыкаемся, те бремена, которые нас, как сказать, перегружают И человек просто ломается под этими мыслями, под этим Он говорит «Приди ко мне, возьми бремя мое на себя, ибо я желаю успокоить души наши» Успокоить души, возвести их в покой Когда переживаешь о каком-то предприятии, о каком-то действии, у тебя теряется мир Ты переживаешь, сердце учащенное стучится, ты что-то переживаешь У тебя нет покоя Господь говорит не в том, что физически, Он говорит «Меня гнали, вас будут гнать, меня плевали, вас будут, меня ругали, вас будут, не физически» Он говорит «покой, чтобы мы поняли, что есть покой души нашей» Все, что я не делаю, все, что я не совершаю, да, это будет покоем души моей Четвертого февраля утром, с утра утром, встал перед работой, это был понедельник Я молился «Господь, поставь, благослови защиту над женой, над детьми, над всеми» Сел в машину и поехал Бум, авария на светофоре Ее сделал я Я вылез и думаю «Господь, почему Ты допустил это? Почему это произошло? Я же молился, и тут мне приходит «Да, Ты благословил, Ты поставил защиту над женой, Ты поставил защиту над ее путями, над детьми, а твой путь» Я автоматически посчитал, что я там Я принес жену, поставил ее под защиту, а сам сел и поехал А себя-то я не принес под защиту И я просто благодарю Господа Я уже потом стоял за машиной и думаю Никакой ущерба кроме металла не было Никому из человеков Я говорю «Господь, я благодарю, что Ты сохранил меня» Не в том, что Ты сохранил мою машину, кусок металлолома Ты сохранил меня Покой Вы знаете, сперва нервоз такой, тряска Даже говорить о невозможности, о ситуации Но потом, когда пришел, я думаю, ну как так? Вот, все, Господь, я же здесь Обида такая сперва на Господа Потом я говорю «Господь, спасибо Тебе, что Ты сохранил меня» И пришел мир и покой В этой ситуации Полтора месяца пришло письмо, которое пришло Я свидетельствовал Которое пришло Пришло мне объявление, почему я совершил эту аварию Мне написали там скорость Я превысил скорость И поэтому произошла авария Я думаю, ну Господи, там вообще не было скорости Там красный светофор и гололед И мне пришла такая обида на этих полицейских Я думаю, вот если бы я их встретил Я бы им высказал все, как они могли так вот написать Такой брифть Пришла такая обида на них Это был четверг В среду на молитве нам здесь На этом же месте я проповедовал слово Которое я сегодня прочитал Из Плач Еремия Третья глава 59 стих Я его еще раз прочитаю Плач Еремия Третья глава 59 стих написано Ты видишь, Господи, обиду мою Рассуди дело мое Это было в среду В четверг мое сердце было наполнено обидой И я просто в машине Я говорю, Господь, я знаю, что эта обида Она меня просто уничтожит Я не буду иметь мира Я говорю, вот эту обиду ты знаешь Я сейчас обижен Но я отдаю в твои руки И во мне пришел мир и покой Прошел И я написал возражение Пришло письмо Меня вызывать в суд Мне опять пришла обида Я же ничего не сделал Просто я написал возрождение А возражение меня сразу вызвали в суд И сразу пришло переживание Сперва один его отказали Я думаю, чем дальше они его оттягивают Тем хуже мне Мне с отпуска неохота было возвращаться Потому что я знал, что у меня 8 числа Суд Я же ничего не сделал Обида Я просто пришел Я говорю, Господь Я на молитве сказал Я говорю, Господь, ты же судья праведный Твои суды праведны И я их отдаю в твои руки Ты судья, не я И во мне пришел мир Покой Он говорит Матвей 11 глава Он говорит Придите ко мне все труждающиеся и обремененные И я успокою вас Я вроде бы христианин Который должен молиться, благословлять И наставлять всех других Прихожу к Господу Чтобы он успокоил меня Чтобы я нашел покой Чтобы я нашел покой И мог сделать то добро Прийти и успокоиться Уйти в то место Где Господь желает наполнить нас Своим миром и покоем Он говорит Возьмите иго мое на себя И научитесь от меня Ибо я кроток и смирен Сердцем Мы часто Взорвались внутри И от нас исходит такая радиоактивная волна Которая может негативно подействовать На тому или иную ситуацию Если прошло что-то против моего мнения Или против моего желания Что-то происходит не так, как я это себе представляю Значит мы становимся похожими на котенка Который на что-то, знаете, такое стоит И начинает фыркать Жерсть вверх Уже не котенок Он уже ежик Который почти точно так же дышит И выглядит, как ежик Да Он говорит И найдете покой Ибо иго мое благо И бремя мое легко Мы только что читали Да Что делать В той или иной ситуации Господь везде давал ответ Он говорит Если делать, что делать С плевелами Вроде бы мы стараемся Он говорит Оставь расти До жатва Жатва придет Будем сортировать Что-то раньше времени Кидаешься в панику Что ты раньше времени Тратишь Самого себя Ты тратишь свое время Ты тратишь свои силы Сам Прежде чем отдать Это Господь Обычно мы Как рыба облет Пока силу не потеряем Потом приходим к Господу Мы пытаемся пронести Сделать это все сами Ученики пришли И радостно Они объясняют Иисус Все И бесы Поповинуются нам Все, что мы совершали Исцеление Благословение Все происходит Вау Господь говорит Вы идите И отдохните Иди отдохни От своего пика Который ты Пережил Своей радость Наполнись Он говорит Прими Ибо я хочу Успокоить Душу Нашу Ибо его Иго Когда мы идем Молимся Мы идем И служим Мы идем Малым Служим Во всем Служением А церковь Иисуса Христа Она не только Здесь В Осенкрай На этом месте Церковь Иисуса Христа Она по всей земле Одна церковь Есть или есть Много До обеда Собирается здесь Одна церковь После обеда Собирается здесь Вторая церковь За углом Собирается Третья церковь Через дорогу Там Пятая Шестая Седьмая В Америке Где цедрик был Там уже Тысяча какая Нет Это все Одна церковь Иисуса Христа Которая Трудится Для чего Чтобы слава Божья Разливалась По всей Земле И он говорит Желает Чтобы мы Мы есть храм Бога Живого Каждый верующий Чтобы действительно Брал И Служил тем Я называю Церковь Бога Живого Это церковь Служения Где каждый Служит Не кто-то Вот Проповедует Пастор Эдуард Пастор Йоган Леша Мадратор Там еще кто-то Брат там Кость Нет Каждый служит Потому что Ты сегодня Являешься Частью Сегодняшнего Служения Если Меня Или Кого-то из вас Не было Сегодня То не было бы Сегодня Это части Этого Служения Ты служишь Ты сегодня На этом месте Ты сегодня Где Иисус говорит Двое или трое Во имя Мое Двое или трое Нас здесь больше Чем двое и трое Мы славим Господа Мы хвалим Его Мы поклоняемся Моему Мы воздаем Ему Словословие Все что мы создаем И это мы Прилагаем усилия Но когда мы Отдаем все В руки Божьи Приходит мир И покой Душам нашим Иеремия 17 глава 17 стих Ой Иеремия 17 глава 7 и 8 стихи Иеремия 17 глава 7 и 8 стихи Написано Благословен человек Который надеется На Господа И которого упование Господь Благословен человек Который надеется На Господа И которого упование Господь Ибо он будет Как дерево Посаженное При водах И пускающее Корни своего потока Не знает оно Когда приходит зной Лист его Зеленеет И во время Засухи Оно не боится И не перестает Приносить Плода Говорит Благословен Господь Убывающий на Господа В любое время Будешь знать Что ты Как посаженное дерево У вод Что в любое время Ты можешь Пройти к Господу Осложить Все его И он тебе даст Мир и покой В душу твою В любом деле В любом переживании В любом предприятии Что ты ценный Господь Мы переживаем А Господь желает Чтобы мы действительно Отдыхали Но отдыхали Не так физически Да Нам нужен отпуск Нам нужно что-то Для того Чтобы мы Как Леша сказал Приходят Откровения Когда ты просто Размышляешь О том Что действительно Господь Сотворивший Я никогда не мог Понять И увидеть Как велик Господь Я смотрел на горы В прошлом году Я удивлялся Этой мощью Этой силой Этой глубиной Вот Я удивлялся В этом году У меня удивление Сменило Другим вопросом Да Горы Да Они мощные А что Господь Думал Когда он Создавал эти горы Господь говорит Он дает Другие откровения Тоже Другая тема Но Он дает Другие откровения Я просто увидел Эту мощь И перед этой мощью Он говорит Судись перед горами Судись перед этой мощью Которую ты видишь Вот эти скалы Куда вот люди Пытаются их покорить Вот такой Маленький Маленький В глазах этой горы Но Бог дает тебе Право судиться Перед этими Горами И не бояться И не думать в том Что ты такой Маленький Бесполезный Ничего не могущий Ты думаешь По сравнению с эти гор Мощь этих гор Написано Господь наступит И они потекут Как воды И я когда представил Эту гору Сестра Марина Потом свою Она видела Это место Когда представить Вот эту скалу Она будет бежать Как вода От того Что Господь На нее наступит И насколько страшно Будет тем людям Которые будут пытаться Спрятаться Под этими горами Будут сказать Сойдите на нас Чтобы гнев Господь не шел А Господь только наступит И они поплывут Как вода Написано В книге В Библии И вот эти вот Откровения Когда мы переживаем Откровения Божьи Когда мы действительно Останавливаемся И думаем Господь что ты хочешь Мне сказать Он говорит Остановись И подумай Он говорит Остановись И вспомни Написано Остановись И вспомни Что сделал Господь В твоей жизни И поэтому Господь говорит Остановись И рассмотри Свои пути Чтобы найти Покой души Твоей Часто мы Пытаемся Где-то Проехать По Какой-то местности И мы используем Навигационные системы Или карты И бывает Такой момент Что мы Проскакиваем Какой-то перекресток Но не успел Вовремя Заметить Вовремя Свернуть Приходится делать Какой-то круг Какой-то ненужный Круг Господь говорит Остановись Чтобы не было Вот этих лишних Кругов В твоей жизни Чтобы ты Мирно И покойно Мог наполниться И поэтому Он говорит Отойдите И отдохните И посему Господь Желает Чтобы мы Отдыхали И отдыхали в нем Да благословит вас Господь Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому